У нас нет тысяч и тысяч молодых ребят, которые потеряли жизнь. Это огромная трагедия, это трагедия семей. И это не просто так, да, это будет отражаться на многие вещи в нашей жизни. И в республике, и вне республики. Их нет, не будет тысячи семей, тысячи молодых девушек не найдут своих мужей. Мы потерпели поражение в нескольких войнах. Ну, во-первых, давайте подумаем, это демографическая война, да. 26 лет тому-то назад, вот генерал правильно сказал, у нас была самая сильная армия в регионе. Действительно. Чего мы достигли за 26 лет после этого. Азербайджан, Турция идут в направлении развития, тратят огромные деньги. И мы, к сожалению, жили еще славой 94-го. И поэтому вот в этой войне, к сожалению, у них были дроны, да, у нас не было. Почему я это говорю? Потому что будущее нам нужно будет заняться определенной вещью. Она называется аудит. То есть мы должны посмотреть, где мы живем, что реально мы имеем. И не надо ни в коем случае, то, что там хочется, смешиваться с тем, что у нас есть. Желаемое никогда нельзя выставлять как реальность. 26 лет или 30 лет мы все время говорим о том, о многих вещах, которые желаем мы. Но они нереальны, господин генерал. Вот после этой войны мы говорим, что у нас есть сильная армия, но реально мы потеряли весь этот темп. Следующая война будет уже с использованием искусственного интеллекта. Если сегодня мы не начнем заниматься наукой, новыми технологиями, образованием. Второе. Где мы еще потерпели поражение? Демография. В 1994 году, когда перемирие началось, сколько было в Карабахе армян? 147 тысяч. Сколько было в году? Сейрам. 122 тысяч. Ну, 26 лет. От 140 тысяч до 120 тысяч. В принципе, если бы была другая нация, наверное, там жили бы и полмиллиона или миллион людей. То есть нужно было заселить это место. Заселить его нужно было. Дальше. Другие войны, их много. Информационная и медийная война. То есть азербайджанцы и турки готовились к ней. Очень серьезно. Эта война идет сегодня. Она продолжается, эта война. Они нас атакуют. Вы абсолютно... Вот вы говорите о том, где вот эта мировая общественность и так далее. Да мы потеряли эту войну, потому что этим не занимались. Извините за выражение. Мы этим не занимались. Война идет сейчас. Азербайджанцы и турки продолжают нас атаковать. Чем мы занимаемся в Армении? Мы атакуем друг друга. Но они продолжают разрушать имидж армянского человека во всем мире. Продолжать сегодня. И будут продолжать дальше. То есть эта война идет, и мы должны проснуться, чтобы этим заняться. Первый день, когда было это объявление, я могу сразу на это ответить. Да, действительно, я услышал об этом от информации. Я не буду говорить о том, в чем моя роль и так далее, и почему так случилось. Я считаю, это разрушение государственности. Оно разрушалось не в этот день, но оно разрушалось многие годы. То есть я не говорю о переговорах. Ну, в принципе, я прошел Путин. Ну, в общем, я один из первых послов Армении, если не первый. Провозил переговоры, наверное, сотни. И никто не попросил меня, чтобы я участвовал в этих переговорах. Самая большая боль для меня из всей этой истории, а я к этому вернусь, в том, что мой потенциал эти два с половиной года использовались где-то в примере 5%. Не потому, что я не предлагал, не потому, что я не настаивал, но потому, что так построена Конституция и так построены наши государства. Но, когда мы говорим, что делать дальше, потому что вопросы были, а что делать дальше. Во-первых, мы должны признать, сделать действительно аудит. А где мы стоим? Какие у нас проблемы? Я считаю, что у нас огромный кризис. И не один. Вот в этой цепочке кризисов, я считаю, одним из первых является эмоционально-психологический кризис. Не потому, что мы эмоционально сейчас хотим высказаться, выделить всю эту боль из себя. Да потому, что, в принципе, мы все хорошо понимаем, что удар нанесен по самому имиджу армянского человека. Это не только государственности. Но кто такой армянин? И эту ношу поражения будем нести не только мы, но и наши дети и внуки. Это тяжелая ноша. Две-три генерации нужно было, чтобы те, которые пережили геноцид, чтобы как-то от него освободиться. От того, что тебя порезали. От того, что ты потерял. А сейчас вот эта ноша будет с нами. И она будет так долго, пока мы не встанем на ноги. Ну, мы как-то спустились на колени. Нужно встать. А как встать? Это очень просто. Почему я через несколько дней после 10-го высказался очень конкретно? Я думаю, что правительство должно идти в отставку. Мы парламентская республика. Действительно, нам нужно после таких потрясений любое правительство должно еще раз получить мандат. Что это означает? Это выборы. Потому что предыдущие выборы у нас были два года тому назад. Это была совсем другая страна. Даже другая планета Армения. Мы живем совсем в другой стране. Страна, которая переживает огромные трудности. Во-первых, экономические. То посмотрите, где мы ставим сейчас экономику. Здравоохранение. Коронавирус. Погибшие семьи. Там же нужно им помочь. Государство-то обязано давать им пенсию. Откуда будут брать деньги эти, чтобы давать пенсию? А им не только пенсия нужна. Этим семьям нужна еще помощь. Психологическая, человеческая, моральная. Вот эти ребята, которые ранены, сейчас вернутся. Кто должен ими заниматься? А те, которые даже не ранены. Где они найдут эту работу, чтобы содержать себя? Что это не кризис? Что нам нужно еще, чтобы был бы кризис? Ни в коем случае я не согласен. Что нужно оценивать кризис только количеством людей. На площадь. Да что? Если бы там на площади вообще никого не было, значит у нас кризиса нет? Да посмотрите. Мы кризисные все сидим-то здесь. Это кризис не страны, не государства, а нации. Здравоохранительная, психологическая, финансовая, экономическая. Гуманитарная. Ну не все же вернутся в Карабах. Территория-то осталась намного меньше. Останутся в Армении. Кто будет за ними следить или помогать им? То есть первым делом нужно признать, что у нас кризис. Признать кризис означает, что мы не можем продолжать, как раньше. Армения это уже другая страна, даже другая, которая была 25 сентября. Но за это время нужен еще референдум. Обязательно нужно посмотреть, поменять определенные или конституции, как вы предложили, или эту же саму конституцию нужно привести в человеческую форму. Потому что любая конституция, будь то президентская или парламентская, там должны быть равновесия и противовесия, должны быть механизмы сдерживания. Чтобы ни один человек, будучи то президентом или премьер-министром, не взял на себя решения, которые национальные и важные. Так что это все должно быть сбалансировано. У нас конституция абсолютно не сбалансирована. Дальше, после 10-го числа я начал приглашать к себе все политические партии. И я с ними говорил, комитет согласия, конституционное собрание, все остальное. Ну, дорогие мои товарищи, у нас есть государство. Оно уже разрушается. Давайте не будем его дальше разрушать. Существует место, где мы можем собраться и решить. Во-первых, я предложил это как президент. У меня очень мало полномочий. Но вот президентство именно для такого дня и есть, мне кажется. Потому что я думаю, в принципе, когда я думаю о чем хорошо, два с половиной года, я придумываю свои инициативы, чтобы заниматься. Потому что у меня других полномочий нет. Я медали не даю, господин генерал. Дается премьер-министр послать, я просто его подписываю. А я не подпишу, через три дня премьер-министр по конституции, по закону подписываю. То есть я не решаю, дать вам медаль или нет. Вот может и роль в этой плохой конституции для президента, может это моя участь в том, чтобы вот в такие дни быть тем, который может помочь как-то выйти из этого состояния. Все эти годы я старался конституцию или закон не нарушать. Почему? Потому что если я его нарушал, меня бы сегодня здесь не было. У меня не было бы права разговаривать. Спюрк, абсолютно с вами согласен. Снова конституция, абсолютно. Вы ведь и читали конституцию, для того, чтобы армянин, великий, который не живет в Армении, чтобы этот армянин стал бы членом парламента. Он должен 4 года по конституции иметь только армянское гражданство и жить 4 года только в Армении. Мы сами построили Берлинскую стену между Арменией и диаспорой. Настало время эту стену разрушать. Вопрос был такой, значит, кто будет следующим премьер-министром? Почему-то мы очень часто связываем наши решения с личностью. У нас это где-то все сидит внутри. То есть, если человек стал министром, то считают, что министерство это его. И люди считают, что он министерство. И поэтому у нас очень часто министерства не работают как институты, а превращаются в предаток этому человеку. Очень важно. Нам нужны... Он не может, господин генерал, страна выигрывать войну, не имея сильной институты. Может она выиграть, скажите? Нет? Во время войны все институты работают вместе. Это не только Министерство обороны или Генштаб. Весь спектр. Все институты должны работать. А где наши институты? Кто будет премьер-министром? Ну, дорогие мои. Нет такого человека в мире, который может лично, этот человек один поднять эту страну. Ну, нет такого. Все вместе мы должны этим заниматься. Должна у нас быть программа и помощь наших реальных друзей. Нелегко нам всем сегодня. И нам всем нужно все-таки вместе взять. Вот это слово, которое вы сказали. Два-три этих ключевых слова. Одно слово – это единство. Второе слово, мне кажется, это очень важно – достоинство. Что можно потерпеть поражение, но потерять свое достоинство мы не имеем права. Но единство и достоинство, они работают вместе. Очень многие работают над тем, чтобы снова нас поделить на левый и правый, верхний и нижний, белый и черный. Снова говорю, посмотрите, что у нас в этом фейсбуке творится. Как будто этой войны не было. Война сегодня нам не нужна. Этот документ состоит из двух частей. Заглавит перемирие и все распальное. Я говорю только о перемирии, о документе не говорю. Перемирие нам нужно, товарищи. Спасибо.